Гармошка Гармошкой Нужно приладиться Потому что она не такая гармоника Звучание, как все остальные Техники исполнения Но нужно овладеть этой техникой Для этого нужно много раз заниматься Много работать Чтобы научиться вот такому вот мастерству В гости к нам приехал Из города Саратова Необыкновенный гармонист Саратов находится на Волге Кошарико-Волга знаете Да Вот на большой реке в Волге В городе Саратове Прошивает Сергей Юрьевич Шалимов С маленького С маленького возраста Он начал заниматься Изучением игры На традиционной саратовской гармошке А на сегодняшний день Перед вами будет выступать Не просто музыкант А мастер, виртуоз Импровизатор На саратовской гармошке Сергей Юрьевич Лауреат многих-многих конкурсов Участник различных телепередач По телевидению Совсем недавно, в пятницу Он выступал на поле чудес Там радовался своей гармошкой Сергей Юрьевича слушали не только в России Он выступал в России В ведущих концертных залах В Кремлевском дворце съездах Он выступал в концертном зале Октябрьский в Санкт-Петербурге Это один из наших крупных залов Сергей Юрьевич Выступал в Италии, в Америке В других странах мира Поэтому сегодня Давайте мы громкими аплодисментами Пригласим мастера на эту Сайл-окровизированную Аплодисменты Аплодисментом Аплодисменты Фотографии Аплодисменты Аплодисменты Алips Здравствуйте дорогие ребята Здравствуйте Сегодня я вам расскажу про замечательный музыкальный инструмент, про гармонику. Вы обратили внимание, что у этой гармошки слышно, как звенят колокольчики. Эта гармошка непростая, необычная. Называется она Саратовская, потому что ее изготавливают в городе Саратове. Какая там река протекает, кто знает? Волк! Волк! Правильно, матушка Волга. Вот поэтому нужно так сыграть на гармошке, чтобы слышно было на другом берегу. Поэтому наши мастера саратовские знают такие секреты, как сделать гармошку самой-самой звонкой, самой-самой веселой, да, задорной. Игроткой. Вот, этот гармошек мы пока положим. Это музейный экспонат. Гармоника мастера Карелина. Ей больше ста лет. Так, знаете, как старенькая? Так. Вот. Гармошка не всегда была такая большая, звонкая и красивая. 200 лет назад, когда поехал Иван Сизов на ярмарку в Нижний Новгород, он услышал там, он там услышал интересные звуки, играл какой-то незнакомый инструмент. Когда он подошел, когда подошел, он увидел заморского музыканта, который играл вот на такой непонятно что. Кто это за инструмент, спросил наш Иван. Своя гармоника ответил заморский музыкант. А что же он играл-то? Играл он... О, у нас порой там. А как? Играл он очень интересную мелодию. Играл он очень интересную мелодию. Вот. Сейчас мы вам сыграем, как это должно звучать. Можно раскачиваться, да, как это делают немцы? Вот. Играл он просто у нас и вам. пригласил самого лучшего музыканта Тимошку Тимошка попробовал, попробовал играть на этой цигармоника ничего у него не получилось эх, расстроился наш Иван, надо было что-то делать парень был очень мастеровой забрал гармошку до самого последнего винтика, шурупчика и собрал уже по-своему и на следующий день собралась вся деревня послушать этого Тимошку так говорит, Тимошка, не подведи меня, я сделал гармонь так, как надо для русских песен чтобы они звучали хорошо и задорно и вот теперь гармошка зазвучала по-новому по-русски Субтитры делал DimaTorzok Вот так выглядела первая гармошечка Которая появилась в России 200 лет назад Много это или мало Вам решать Да, маликузенькая А спросите вы Сколько нот? Все знают, что 7 нот А кнопочек сколько? 6 А где же спряталась седьмая нотка? В этом как раз и кроется секрет Нашей русской гармошечки Вот когда мы на одной клавише У нас два звука Сюда тянем Один звук А когда мы сжимаем меха Уже другой звук Вот в чем секрет нашей маленькой гармошечки Ну и конечно понеслась слава По всем городам По всем соседним губерниям Про эту замечательную гармонику И начали приезжать к Ивану И просить А сделай нам тоже такой замечательный музыкальный инструмент Мы тоже хотим радовать своих Жителей Своих соседей Прекрасными музыкальными мелодиями Ну вот так она добралась Эта маленькая гармошечка До Саратовской губернии И попросили наши музыканты А маловато кнопочек Надо бы немножко добавить Ну и по просьбам музыкантов Мастера Добавили еще кнопочек несколько И тут у нас уже восемь кнопочек И вот на этих восьми кнопочках У нас умещается Вы же музыканты, да? Да Две октавы Две октавы умещается на восьми кнопочках Ну я так думаю Все мы любим мультики, да? Я люблю мультики Мне нравится очень песенка Крокодилы Гены Давайте вместе с вами споем Пусть не путь Не угрозит Пусть не путь 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 А вода По асфальту И горь И тебя У нас Прохожа Этот день Не хороший Почему Я Исторый Такой А я Играю На Дармошке У Прохожей Нас идут Сождею День рождения Только раз Гадут Сождею День рождения Только раз Гадут Вот такая получилась гармошечка У наших саратских мастеров И вот так примерно Выглядела Первая саратская гармошечка Где-то 150 С небольшим годиков назад Годиков А что у нас? Мы можем только мелодию сыграть Да? А мы знаем эту песню Мы до нее тоже доберемся Пока я только демонстрирую Как выглядели инструменты Вот Но и 8 кнопочек оказалось мало Ну Я такую сказку расскажу Для детей Поехали наши мастера На ту же ярмарку Продавать Этих гармошек Наделали целые Два ящика Приехали Больших ящиков Таких вот Больших Да Вот таких Приехали на эту ярмарку Нижний Новгород А там уже таких Кажет Переторгуют И приехали из Самары Из Рязани Везде такие гармошки Представляете Делают И продали всего одну Эх Как наши мастера Саратовские Расстроились Так Ну что Надо было что-то делать Да? Да Решили наши Замечательные мастера Изготовить гармошку Которая будет Не похожа Ни на одну другую Начали они С кнопочек Решили сделать С кнопочки Маленькие Маленькие Кругленькие Вот какие кнопочки Решили сделать Наши мастера Пальчики так И бегают По этим кнопочкам Сами бегают Сама гармошка играет Сначала У гармошки Не было Ничего Слева Мы могли Только играть Мелодию А вот как раз Мы сейчас Чижикой Сыграем 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 Сылала А кистик Молоко Пропадили Мой дом Акарей И окошко Во дворе Раз, два, три, четыре Меня грамоте учили Не читать Не писать А в назоры Тыщевать Ясму Цоя Тыщевала Я Голочку Сломала Чижик 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 Моих Деворог Мы тебя поили, мы тебя тормили, да, на них поставили, танцы вас заставили, танцуй, это больше, что ты этого заставишь. Ну вот и так, замечательно. И вот у нас уже не 8 кнопочек, а 10. Вот в таком привычном виде гармошечка саратовская уже начала радовать своих слушателей. А как же появились колокольчики, да, интересный вопрос. Вот когда поехали наши мастера, мастер был самый такой знаменитый, предприимчивый мастер по фамилии Карелин, который изготовил самую-самую звонкую гармошечку, на которой я играю. Вот, он увидел на ярмарке колокольчик, он увидел, да, какой знаменитый, балдайский, сейчас говорю. Балдайский колокольчик. И так он вам понравился, что решил этот мастер подвесить его на гармошечку. И сначала просто подвешивали, подвешивали, и во время игры гармонист потрясал гармошку. Эхо было веселее, правда, с колокольчиком веселей. Да. Вот, но в очередной раз, когда колокольчик упал, мастер решил, надо что-то делать. Надо что-то делать. И придумал он такой механизм. Механизм гениально. Все гениально просто, да? Вот как он механизм придумал. Нажимаешь кнопочку, молоточек стукает по колокольчику. У нас тут два колокольчика. Один хорошо звенеет, а другой немножко послабее. Ну, вот так вот. А средняя кнопочка? Вот. Вот, мы можем звенеть, а можем не звенеть. А сейчас средняя кнопочка? Слева у нас, да, три кнопочки. Ребята хорошие, внимательные все такие, молодцы. Задают вопросы. А зачем третий кнопочек? Вот, сейчас я вам расскажу, зачем третий кнопочек. Вот такой звук пронзительный, чтобы гармошку было слышно на другом берегу Волги, да? И вот, смотрите, мы можем нажимать на эти кнопочки потихоньку, когда у нас будут звучать только басы. Здесь уже у гармошки появились басы. И вот песенка из моего детства. И вот песенка из моего детства. Вот такая вот получилась замечательная гармошка у саратских мастеров. И назвали ее, конечно, «Саратовская». Вот таких гармошек изготавливали много. В Саратове на улице Кутяково организовался цех по изготовлению гармонии. И сделали их в месяц более двухсот. Каждая гармошка находила своего нового хозяина. И радовала своих зрителей и слушателей. Но мастеров было много, и каждый хотел чем-то отличиться. И вот тот же мастер Карелин, у него был еще ученик Артемьев, тоже, который превзошел своего учителя. Он сделал такую гармошку, которой мы гордимся до сих пор. Долго он трудился. Гармошка украшалась еще резьбой. Все это делалось вручную, при помощи специальных резцов. Украшалась она теперь уже серебром и мельхиоровыми, вот этими металлическими украшениями. Тут присутствует ручная чеканка. На все это очень много времени уходит. Даже молоточек, посмотрите какой, он как настоящий. Как настоящий молоточек. Все это требовало очень много времени. И на изготовление такой гармоники уходил целый год. Представляете? Целый год. Вот. Ну а теперь мы, наверное, вы знаете, наверное, все, что есть такой замечательный русский инструмент народный. Балалайка, да? Мы сейчас послушаем с вами, до мажор для минор, как замечательно звучит вместе с гармошкой балалайка. Да? Есть? Стоп. Что мы можем сыграть? Типа барыня, что-нибудь такое, да? Народный, да, Игорь? Камеечка, удобная. Камеечка, удобная. Камеечка, удобная. Камеечка, удобная. Камеечка, удобная. Камеечка, 이용ная. Камеечка. Камеечка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА